Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 831, тема покаяния. Как можно выработать в себе терпение? С чего начинать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бука 21.19. Терпением вашим спасайте души ваши. Якова 1.34. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 2 Петра 1.6. В рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия. Римлянам 5.3.4. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, Римлянам 5.4. От терпения опытность, от опытности надежда. Римлянам 8.25. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Титул 2.2. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Евреям 10.36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Евреям 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Откровение 2.2. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Сирахова 1.23. Терпеливый до времени удержится, и после вознаграждается весельем. Сирахова 2.4. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения, будь долготерпелив. Сирахова 2.14. Горе вам, потерявшим терпение, что будете вы делать, когда Господь посетит. Сирахова 17.20. Но кающимся он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении. Не доверяй души сомненью, за горе жизни не кляни. Молись святому провиденью и веру в Господа храни. Наш мир, он место дикой брани, где каждый бьется сам с собой. Кто веры сын с крестом в адлане, кто в сердце с адской мечтой. Земля, широкая могила, где спор за место каждый час, пока всевластной смерти сила усопшим поровну не даст. Но я к страданиям приучился, всегда готовый встретить смерть. Не жить здесь в мире я родился, нет, я родился умереть. Счастливцу прежде без границы, теперь отрадно мне страдать. Полами женской власеницы несчастье и пот с чела стирать. Я утешительного слова в изгнании жизни позабыл. Я видел небо без покрова, награды горнее вкусил. И что страдания перед ними навек себя им отдаю, когда я благами земными куплю на небе жизнь мою. И не смутясь житейской битвой, окончу доблестно свой век с надеждой, верой и молитвой. Чего не может человек? Николай Некрасов. Продолжение следует...